Один из первых домов, которые посетили спасатели во время рейда, расположен в Гершонах. Внимание к нему особое по двум причинам. Первое – наличие печного отопления. Второе – произошедший не так давно сильный пожар. Тогда к возгоранию привело курение в постели. Сегодня хозяйка уверяет, что предпринимает все меры по предупреждению пожароопасных ситуаций. А как вы готовитесь к зимним холодам, к тому, что придется отопить? Вы проводите какие-то у вас мероприятия? Ну, как? Я говорю, ремонтируем печку, дымоход, прочистим. Смотреть, чтобы горело бы. Какие правила при отоплении печи нужно использовать? На что? Чтобы не было дыма, чтобы было около плиты печки. Ну, железка, чтобы, ну, как говорится, уголь не падал. Результаты проверки этого дома удовлетворительны. Однако, по словам специалистов, это не повод терять бдительность. В нештатной ситуации при использовании печного отопления могут возникнуть и при полном благополучии всех его систем. Жильцам домов с печкой необходимо всегда быть на чеку. Безусловно, не дремлют и брестские огнеборцы. Всего в рамках проверки они посетят более двух сотен домовладений. Сегодняшний рейд, который мы планируем и который будет проведен именно в домовладениях с печным отоплением с целью предупреждения пожара по данной причине. Пройти, посмотреть состояние печного отопления, разъяснить людям, как правильно пользоваться печным отоплением. Ну и рассказать про обстановку, которая сложилась в городе Бресте. Небрежное отношение к своему имуществу и даже жизни, а также беспечность. Есть традиционные лидеры в списке причин, по которым происходят пожары. Огонь, как и любая другая стихия, не терпит пренебрежения к себе. А потому спасатели не устают напоминать. Только сознательность самого человека и ответственный подход станут верными союзниками в деле предотвращения огненной беды. Продолжение следует...